Вы знаете, уже столько много различных вариантов взаимодействия между пользователем и приставкой уже мной описаны, что что-нибудь описывать, я думал, нет смысла. Но как же многим хотелось бы выбрать какое-нибудь приложение на смартфоне, нажать установить, и чтобы оно автоматически устанавливалось на вашем смарт-ТВ-боксе. И сегодня я вас этому научу на канале Технозон. Поехали! Привет, Технозона связи! Я уже вам сказал суть сегодняшнего видео. Сегодня в видео мы научимся с вами устанавливать приложение со смартфона напрямую в ваш смарт-ТВ-бокс. А это зачастую очень удобно, когда у вас, например, стоит ваш основной набор приложений на смартфоне, таких как Видеобокс, Лазимедия Делюкс, например, Торсерф тот же самый. И вы просто-напросто выбираете эти все приложения, нажали установить, и они появляются в вашем смарт-ТВ-боксе. Удобно для настройщиков, удобно для тех, кто очень часто настраивает какие-то смарт-ТВ-боксы, либо тех, кто использует в паре смартфон и ТВ-бокс. И плюс для тех, кто постоянно что-то в смартфоне меняет, либо тестирует, а потом ему сразу хочется перенести, а с флешкой морочиться не хочется. Ну так вот, делать это мы все будем с помощью EasyFire Tools. Вот, да, вот у меня есть EasyFire Tool. Вот, пожалуйста. Вот так вот она выглядит. И плюс есть еще у нас приложение Apps to Fire. Вот их два приложения. И многие из вас скажут, так это же для Amazon Fire Stick. Ну, ребят, это все, ну не только Fire Stick, а для любого Amazon ТВ-бокса. Это все справедливо для любого абсолютно ТВ-бокса. Эти приложения с ними работают. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши самые интересные обзоры, информационные видео. А также, если вам не на чем еще, вернее, нечего еще настраивать через смартфон, то ТОП-5 в разных ценовых категориях лежит в описании под видео. Переходим, смотрим, выбираем. И там есть ссылки под этими видео на проверенных, только на проверенных продавцов. Ну что ж, а теперь переходим. Мы сейчас с вами на UGUS AM6+. Основное условие для того, чтобы все это делать, это нахождение вашего смартфона и вашего ТВ-бокса в одной сети. Например, для ТВ-бокса в UGUS следует сделать еще следующее действие. Нужно будет в настройках UGUS включить еще, вот сейчас одну секундочку, настройки отладки и включить вот ADB, да, вот сейчас, да, USB-порт, и отладка по Wi-Fi. То есть это две опции для UGUS. Для всех остальных ТВ-боксов все это делается немножечко другим способом. Идем в настройки устройства, об устройстве. Доходим до сборки, клацаем на нем 5 или 6 раз, или 7, не помню уже. У вас появится вот такая вот штука для разработчиков. Заходим в нее и включаем отладку по USB. Бывает, что такое, здесь есть также отладка по USB, по Wi-Fi, здесь тоже необходимо включить. То есть я показываю, как бы, один вариант включения, рассказываю о втором, а уже там сами вы по месту разберетесь. Этого, в принципе, хватит для того, чтобы уже осуществлять эти самые установки. На смартфоне эти два приложения есть у нас в Play Маркете. Например, выберем с вами Fire Tools, Easy Fire Tools. И вот у нас есть первые два приложения. Их я и советую, вообще советую Easy Fire Tools. Мы его установили, открываем. Мы видим, что у нас проинсталлировано очень огромное количество, большое количество приложений. Хочу отметить, что большие игры зачастую нельзя перенести таким образом. Либо перенести с простого Android на Android TV тоже не получатся большие игры. То есть, ну, вот такие вот ограничения у нас стоят. Но, например, вот Кинотренд. Давайте с вами сейчас перенесем Кинотренд. Но перед этим мы с вами должны разобраться, как это дело подключить. Мы видим, что у нас нет ни Кинотренда, ни HD Video Box, ни Lazy Media Deluxe. Вот таким тестовым заданием будет установка этих трех приложений. Заходим в сети Интернет. И заходим в ваше подключение. Смотрим на ваш IP-адрес, который есть у вашего TV Box. В самом приложении заходим в настройки, в Settings. И здесь у нас есть вот Fire TV IP. Здесь вам необходимо прописать вот этот вот IP-адрес, который мы посмотрели с вами в настройках сети. Мы в вилле 192.168.31.9. Нажимаем ОК. Выходим из настроек. И вот справа в углу у нас есть такая розеточка. Нажимаем Connect. Он запрашивает отладку по USB. Нажимаем всегда разрешать отладку с этого компьютера. И нажимаем ОК. Все. У нас есть уже connection. То есть у нас есть подключение. У нас сверху эта розеточка загорелась зеленым. И можем спокойно устанавливать сейчас с вами приложение. Давайте посмотрим. Вот у нас, например, здесь AIDA64 нет. Давайте заходим в AIDA64. И выбираем Install the app AIDA64 on Fire TV. Нажимаем Yes. Все происходит процесс передачи вашего приложения со смартфона напрямую в ваш ТВ-бокс. При этом это все происходит буквально за какие-то там 10-15 секунд. Вот инсталляция в прогрессе. Ждем, ждем, ждем. И пожалуйста, AIDA64 появилась на вашем смартфоне. Это очень просто. Ну давайте мы продолжим наши эксперименты. И попробуем проинсталлировать все тот же Кинотренд. Вот, Кинотренд инсталлируем. Инсталляция в прогрессе. Смотрим. Должен сейчас появиться. О, Кинотренд появился. Лэйзи Медиа Делюкс инсталлируем. Не правда ли это удобно? То есть вы абсолютно не морочитесь с тем, что и как переносить. Вы установили все на смартфон. Вы его используете раз и перенесли со смартфона на ТВ-бокс. Либо это тот же вопрос, как вот по ссылкам из-под видео, из-под моих, переносить приложение на ваш ТВ-бокс. Вы смотрите обзор на вашем смартфоне, зашли на ссылочку, скачали приложение и передали. Все, Лэйзи Медиа Делюкс у нас тоже появился. Но это не все. Если мы нажмем на Downloads, мы увидим папку Download нашего смартфона. То есть мы можем вообще не инсталлированные даже приложения, которые у нас есть в нашем, вот скажем так, смартфоне. То есть мы можем их закачать в Download и инсталлировать не только инсталлированные приложения. Мы можем их инсталлировать еще и из папки, которая у вас есть. Давайте, например, проинсталируем Out of Season. Давайте Yes. И оно прямо из папки Download без прямой инсталляции на ваш смартфон переносит это приложение в ваш Smart TV-бокс. Это очень удобно. Вот, пошла инсталляция в прогрессе. Сейчас появится у нас Out of Season. Это приложение для просмотра сериалов. Инсталляция в прогрессе. Вот, Out of Season появился. Плюс у нас здесь есть медиа-центр. Тут мы можем с вами, вот, это называется Kodi Download and Installation. То есть мы можем с вами выбрать версию Kodi и установить Kodi напрямую на ваш TV-бокс. То есть зачастую, ну, не знаю, это для Amazon Firestick удобно. Почему? Потому что там с Kodi, ну, действительно проблематично. Вот мы можем его загрузить. Вот оно даунлоудит Kodi сейчас. Это, кстати, для Amazon очень актуально. Kodi вы и так можете установить на ваш Smart TV-бокс. Но, в принципе, вот, и инсталляция пошла. Коди, у меня Kodi установлен, он, скорее всего, просто-напросто его не установит. Инсталляция в прогрессе. Но у нас здесь, кстати, он его заменил. И у нас здесь есть еще Advanced Kodi Settings, где мы можем с вами менять буфер-мод. У нас можно менять кэш. Плюс у нас есть альтернативная клавиатура и Kodi Backup, где вы можете делать бэкап ваших Kodi настроек. Плюс есть File Manager, который позволяет напрямую работать с памятью вашего смартфона. Это тоже действительно отличная штукенция. То есть мы сейчас с вами на памяти нашего смартфона. Мы можем зайти в папку Download нашего смартфона и пушнуть абсолютно любой файл. Например, вот, выбрать PDF-файл и пушнуть его прямо в папку смартфона. Но при этом вам необходимо будет выбрать куда. Да, то есть сейчас мы его в Media Center Addons пушнули. Но нам нужно его пушнуть в Downloads. Вот, например, PDF. Давайте, Push. Окей. И открываем здесь файл браузер. Идем на локальный диск, в папку Download. И видим, что этот PDF у нас загрузился. То есть у нас нечем его сейчас открыть. Это классная штука. Плюс есть Task Manager, который, к сожалению, не работает из-за того, что это не Amazon Fire Stick, не совместим. И Fire TV System Info. Здесь у нас, ну, такое, знаете, IM6 посмотреть какую-то информацию о подключенном устройстве. Также у нас в Settings есть еще Auto Connect к вашему стику при запуске. Я выберу. Есть у нас Backup Location. В принципе, на этом и заканчивается... Вот, если сайдлоуд выбрать, то мы вернемся в наши инсталированные и в даунлоды. На этом и заканчивается функционал этого приложения. Давайте вкратце посмотрим второе приложение, Apps to Fire. Но оно не настолько хорошо, как мне кажется. Давайте зайдем в настройки, в Setup. И выберем здесь все тот же самый адрес. Я имею в виду IP-адрес, который нам необходим. Давайте 31.9. И нажмем Save. Он сразу коннектится к нашему стику. К стику, к IM6. Нажимаем ОК и проделываем тот же путь, как и в предыдущем приложении. Давайте попробуем Connecting. Он законнектился. И переходим. Вот, Fire TV Apps. Мы видим, что у нас там есть. Локальные. Есть фавориты. Fire TV SD Card. Вы можете посмотреть, грубо говоря, карту этого самого IM6. Но это не настолько расширенная штукенция, как хотелось бы. То есть, вы можете также отправлять туда какие-то файлы. Но вот предыдущее приложение, Easy Fire, вот этот вот Easy Fire Tools, вот Easy Fire Tools, он намного круче по функционалу. Поэтому мы его и советуем. Что ж, переходим и резюмируем сегодняшнее видео. Ребят, еще никогда не было так просто переносить приложение из вашего смартфона, из загрузок, из установленных приложений, прямо напрямую в ваш TV Box. Это решает очень много проблем. Как, каким образом установить какое-нибудь приложение на вашем TV Box без флешки. Это действительно очень просто. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и Easy Fire Tools с любым Smart TV Box. На канале Технозон. Пока, ребята.